Добрый вечер, дорогие друзья! Добрый вечер, дорогие братья и сестры! Добрый вечер, телезрители! Мы с вами в прямом эфире передачи «Беседы с батюшкой» и у нас сегодня воскресный вечер в гостях протерей Дмитрия Смирнов. Батюшка, добрый вечер! Здравствуйте, отец Александр! Здравствуйте, братья и сестры! Мысленный волк. Что это за сущность? Можно ли считать грешные мысли его проявлением? И какие методы защиты от него? Мысленный волк? Волк. Ну, этот волк, как понятно, что образ такого хищника, кровожадного и коварного. Защита от всяких мыслей, волками их называть, носорогами, это уж не так важно. Только молитва. Чтобы он был не празднен, он должен быть обращен к Богу. Так именно во время молитвы часто такие мысли приходят. Злобные. Господи, помилуй. Другого нет пути. Он единственный. То есть, чем сильнее мысли атакуют, тем крепче... Чем смиреннее и спокойнее, и осеняясь и крестным знаменем, надо взывать к Богу о помиловании. И как долго? Пока не отступит, этот волк в лес не убежит. А то вот люди говорят, да, молюсь, прошу, чтобы Господь меня от них избавил, от этих мыслей. Они еще сильнее лезут. Ну, это говорят люди, которые никогда не читали Евангелие. Или вообще ничего не помнят. Ну, что значит, прошу, молюсь. Есть же притча о неумытном судии. Ну, есть. Ну, читай, изучай, толкование, так сказать, посмотри. Ну, все есть. Ну, что-то одно и то же переливать из пустого в порожнее. Если бы у нас не было такого, ну, как бы, основополагающего текста, ну, можно там, я понимаю, у святых отцов что-то найти. Это надо перерыть много. Ну, и то симфонии есть. Вот. Ну, а тут-то вот есть Евангелие, основополагающий текст нашей веры, который мы должны знать наизусть. Если уж человек собрался молиться, ну, как не знать Евангелие? Надо и знать, и понимать, и рассуждать, и прилагать к своей жизни, к проблемам. Прилагают все по-разному. Ну, очень часто человек цитирует Евангелие, чтобы оправдать свой греховный поступок. А вот в Евангелии так написано, и все. Нет, ну, когда человек предлагает плюс к тексту еще лукавство, ну, тут ничего не сделаешь. В каком-то месте любят буквально понимать, в каком-то, так сказать, наоборот. Ну, это же лукавство, что тут об этом? Как только в человеке заметно какое-то лукавство, дальше разговор бессмыслен. Ну, вообще невозможно. У нас есть первый звонок, батюшка. Алло, добрый вечер. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Я очень вас люблю, и у меня такой вопрос. Скажите, батюшка, у меня сын погиб, и я у него прошу прощения. Вот он может меня там простить? Вы знаете, даже если он простит, если вы в чем-то виноваты, то мы об этом не узнаем. Все равно придется дожидаться страшного суда. Поэтому... А вот если и спросить у Бога прощения, то мы всегда знаем, потому что Господь сказал своим апостолам, аще свяжете на земле, будет связано небеса, аще разрешите на земле, будет разрешено небеса. Поэтому приходит человек каяться на исповеди, и он знает, если священник ему отпускает этот грех, то значит, он прощен. Поэтому не надо что-то сочинять. Конечно, мы, русские люди, народ творческий, но наше творчество, оно бывает довольно бестолково. Ну, как сочинять? Ну, потому что, ну, как у покойника просить прощения? Уже все случилось. Он не может вам ничем ответить. Поэтому у покойника просить прощения, это и есть просто... Ну, для меня он все равно как бы со мной. Нет, вот вы очень замечательно сказали слова «как бы». «Как бы» – это говорит о том, что на самом деле нет. Это все ситуация такая сочиненная. Похоронили, отпели, помолились. Как вспоминаем, опять молимся, о покоении его души. Вот. А спрашивать у усопшего прощения – это ваше уже творчество. Он так страдал на земле, он такой несчастный был. Ну, что ж, так это бывает. Я вам еще могу... Тяжело, я вспоминаю все земное. Да, вас как зовут-то вообще? Людмила. Людмила. Вы Евангелие читали когда-нибудь? Да, да. Вот. Наш Господь как страдал. Читаю, нет, я... Ну, хорошо, но вы вот читайте хоть чего-нибудь, понимаете? Я понимаю. Понимаете, вы понимаете, как вот Богородица страдала, когда у креста стояла, понимаете? Ну, конечно. Ну, вот. Вот ей молиться, она вас поймет. Да. В вашем страдании, потому что она также сына теряла. Да. Трудно человеку унять ту боль, утраты, которая живет с ним. Да нет, ничего, только мне не за что вас прощать. Я вам даже очень сочувствую. Я сегодня был на кладбище, все мои братья были, племянники были. Вот поминали отца моего, уже в следующем году 30 лет, как он помер. Ну, конечно, мы такие ребята были шустрые и огорчали его в жизни, но в голову не приходят просить. Там уже одни косточки остались. Вот что, давай, папочка, прости нас грешных. Мы у Бога просим, чтобы помиловал его душу, молимся и за маму одновременно, и за дедушку, и за свою крестную. Все, кто похоронен, там дядя у меня, тетя, все похоронены там в одной могиле. Вот мы за них молимся. Я-то вас понимаю, что это горе есть, горе утраты. Ну, пойдешь на могилку, помолишься. Я очень рад, что уже третье поколение приходит, ребятки. Так же и вы делаете. Не надо ничего сочинять, понимаете. Он как бы со мной, он как бы в соседней комнате, он как бы вот мы с ним гуляем. Ну, зачем это? У нас есть молитва. Она объединяет наш мир и мир усопших. Мы можем в любой момент, днем и ночью молиться за них. Когда душе угодно, и на здоровье молитесь. Но вот как эту боль утраты унять, которая постоянно с человеком живет? Она унимается сама. Вот сама. Вот и человек молится. Постепенно боль утихает. Я вот тут недавно одном мальчику, ну, лет 10 ему, сообщил, что у тебя умер папа. Он так заплакал. Так вот. А вечером уже улыбался, с ребятками другими играл. Ну, Господь у него. Мы с ним помолились, пошли. На канал свечку поставили за папу. Вместе помолились. Так кратко. Со святыми у покоя спели. А я его обнял. И вот он хоть заплакал и пошел. Я вечером спрашиваю, ну, как он. Ну, все нормально играет, улыбается. Вот и, собственно, вот он и все. Господь унял боль. Но у детей это, да, происходит как-то... Побыстрее. Побыстрее. У взрослых подольше. Ну, так и все равно. Ну, что? Я недавно крестился, и мне сказали, что старые грехи до крещения прощаются при крещении, но чувство стыда за них до сих пор не исчезло. Нормально ли это? Нормально, конечно. Что бы вы мне посоветовали? Я посоветовал, чтобы стыд никогда не проходил. То есть это совсем не некое свидетельство того, что этот грех остался? Совсем нет. Вот, например. Ты потерял 600 тысяч рублей. В метро. Приходишь домой, нету. Ну, нет, так нет, ладно. Жене сказал, посетовали, через неделю забыли. И вдруг ты находишь на дне портфеля этот пакетик с 600 тысячами рублей. То есть нашлось. Нашлось. Скорбь об утрате прошла. Даже радостно жене позвонила. Ты знаешь, нашел, так сказать, я не очень старый дурень, деньги. Тебя только зря взбаламутил. Но! Случай этот не забуду. Если я не забыл этот случай, значит ли, что я их потерял? Конечно, значит, но нашел. И так прошло 40 лет, я все помню, 600 тысяч потерял. Это не 6 рублей. Ну, вот и все. Просто говорят, что прощенный грех, он как бы изглаживается из памяти, вообще и стирается из истории. Не всегда. Некоторые грехи, так Господь попускает, что они помнятся всегда. У меня один батюшка старинный, я его вообще почитаю как старца, царство на небесное, он говорил, что это как епитимия за грех. Ты помнишь? И вот это тебе на пользу. Есть вопрос у нас. Добрый вечер. Отец Дмитрий, подскажите, пожалуйста, как поступить в следующей ситуации? Настоятель нашего прихода пьет, служит часто в нетрезвом виде, что видно невооруженным глазом. Очень его жалко. Человек он добрый, хороший. Благодаря ему в нашем поселке построили прекрасный храм. Каким образом можно повлиять на ситуацию и помочь нашему настоятелю? Ну как? Собраться мужика три-четыре и прийти с ним поговорить. Все ему высказать. Потом сходить в магазин. Сказать, что если будешь ему отпускать спиртное, мы тебе тут подвергнем астракизму. Или, как теперь говорят, применим к тебе санкции. Потом сходить к матушке. Если еще раз он придет пьяный, то мы обыщем весь дом. Если найдем спиртное, тебе будет очень печально. И вот с трех сторон. Со стороны семьи, со стороны магазина и со стороны беседы. Попытаться таким образом оградить его. Он почувствует. Он же это самое. Это же не в городе. В городе тут как? Все магазины не обойтись. Да, тут все ходят. А там все на виду. Можно принять меры. Вот я помню, когда была у нас борьба с пьянством, все мужики в деревне все лето были трезвые. Я их первый раз увидел трезвые. Когда уже перестали бороться с пьянством, опять все стали пьяные. Сейчас все вымерли уже. Хотя некоторые были моложе меня и гораздо моложе. Я, собственно, в этой деревне последний остался. И негде взять. Самогон весь выпили. Соседний магазин, это надо в город, 20 километров. На чем? Это целая проблема. И нету. Нечего и пить. Поэтому это очень... В деревне можно в отдельно взятой организовать. Та же, кто варит самогон, запах-то есть. Прийти там трубу развалить. Или там разбить аппарат, если он стеклянный. Всегда можно. Ну что ж, дай Бог им принять правильное решение. Ну, подумать надо. Как, чего. Местные реалии надо изучить. Это такая педагогическая операция. По спасению своего батюшки. Ну да. Ну, раз он хороший, ну что. Сейчас пожаловаться епископу, он его сразу, так сказать, под запрет. А пришлют, может, хуже будет, не такой добрый. Есть вопрос у нас. Добрый вечер. Что? Алло. Алло, говорите. Алло. Батюшка Дмитрий. Добрый вечер. Добрый. Слушай вас. У меня вопрос к вам. Вот у меня сын некрещеный, он ездит в Москву, а я, когда он садится в машину, крещу машину. А мне говорят, что нельзя некрещеного крестить. А вы перекрестите того, кто вам это говорит. Хорошо. И все, и он исчезнет, как дым. Яко исчезает дым, да исчезнут. Не слушайте дураков. Правда, я вам советую. Как глупость, кто залепит, сразу его припечатать крестом. Спасибо, батюшка. Пожалуйста, родная моя. Дед Дмитрий, не могу принять правильное решение. У нас венчанный брак, туровые маленьких детей. Супруга осудили на 9 лет за мошенничество. Особого участия в семейных заботах и воспитании детей он не принимал. Жил своими интересами и друзьями. Теперь не знаю, как поступить. Ждать ли его столько лет? Или же лучше развестись, так как боюсь, что после тюрьмы он станет еще хуже по отношению ко мне и детям? Ну, во-первых, у нас существует условно-досрочное освобождение. То есть, когда он отбудет половину срока, можно уже к этому меры принимать. А 4,5 года – это, в общем, вполне срок такой ощутительный. В смысле, ну, можно... К исправлению. Да. Потому что здесь-то боязнь, что он вернется еще хуже, чем был... Ну, это никто не знает. Ну, во всяком случае, я бы не советовал с этим торопиться. То есть, понаблюдать за человеком, как он меняется. Ну, да, ведь будут письма, будут свидания и так далее. Есть покаяние. В тюрьме очень многие люди как-то вот приходят к Богу. Сейчас практически в каждой тюрьме у нас есть церковь или часовенка. Можно помолиться. Есть духовные книжки. Священники посещают. Так что есть возможность. Есть еще звонок. Добрый вечер. Добрый вечер, батюшка. Добрый вечер, ведущий. У меня, в общем, я хотела с вами поделиться, ну, как вот, не вопрос, а поделиться. Потому что у меня брат младше меня, ему 45 лет, он младше меня на много лет. Он меня обвинил в том, что якобы я занимаюсь вот, ну, колдовством, волшебством, вот ездим по триквям, мы с дочкой всегда в церковь, всегда в эти монастыри ездим, вот везде, везде. Ну, хорошо, хорошо, все понятно. Ну, а дальше-то что? И вот он меня обвинил. Ну, обвинил, ну, ладно. Хорошо. Ну, давайте вы меня обвините. Вот у меня был такой случай. Одно духовное чадо чрезвычайно надоело своему батюшке. Просто выключите звук у телевизора. Ага. Вот. И, ну, с чем только не приставало, и все и не так, и, в общем, все время постоянная критика. Он даже не понимал, ну, что, если я такой плохой, что она к другому не уходит, к батюшке. И вот как-то они вместе поехали на отдаленный приход, там служил очень такой знаменитый священник. Не буду говорить, какой, но очень знаменитый. Про него сейчас книги пишут толстые такие. Ага. Вот. И я его тоже лично знал, вот. И батюшка тот, вот, старенький, придумал такой ход. Он говорит, она начала уже ему жаловаться на своего духовника. Он говорит, беги от него, он колдун. Ага. И она ноги в руки и исчезла, и стала ходить на другой приход. То есть батюшка ее спас. Так что, вот, колдун нехорошо, и до свидания. Ну, меня к маме не пускают даже в деревню. Понимаете, он сказал, выстреливайся, приезжай, я эти книги привожу, чтобы она встанет, 85 лет, чтобы она читалась. А он говорит, а зачем берешь ты эти книги? Обождите, обождите, не пускают в деревню. Ну, во-первых, это незаконно. Возьмите парня, такого крупного, и дайте ему там деньжат, и скажи, проводи меня в деревню и обратно. Наймите охранника. Съездите, и если он будет там выступать, он вас защитит. И все. Ведь вы же к маме не каждый день ездите. А два раза в году. Ну, вот, на два раза ничего, так сказать. Батюшка, а вот я хотела исповедиться, прощение же нужно спросить, мне у него же тоже. Зачем прощение просить? Вот знаете, некоторые такие люди у нас чудаки. Приходят в церковь, поворачиваются ко мне задом и наклоняются показывать зад. Я у него спрашиваю, ты вот зачем перед исповедем мне показал зад? Это вообще-то очень неприлично выглядит. Он говорит, я прошу прощения у народа. Хорошо. А я говорю, кого из этого народа ты знаешь? Он говорит, никого. Я говорю, а чем ты перед ними согрешил? Ничем. Я говорю, а тогда что ты просишь прощения? Ты больной, что ли? Совсем. Священника ты обижаешь своими неприличными жестами. А прощения просишь у тех, перед кем ничем не согрешил. Это говорит о чем? Что человек не в своем уме. Тоже и здесь. Вы перед ним, перед младшим братом ничем не виноваты. Вот в раньше время, я сам читал, когда учился в семинаре еще, если некий гражданин говорил на другого, что тот колдует, этого говоруна, тут же надевали смирительную рубашку и отправляли в сумасшедший дом. Понимаете? Поэтому ваш брат младший, он больной психический человек. И что же у него просить прощения, если вы ничем? Если вы кипятком облили, так сказать, или кирпич ему свалили на голову. Ну, тогда прости, брат, не хотела. Я думал, это сосед идет. Вот. Тогда да. А тут-то чего? И вот я буду просить прощения. Прощения нужно просить. У того, против кого вы чем-то согрешили. Неужели это непонятно? А вот эти глупые прощения ни у кого. То есть, прямо человек изображает из себя царя-батюшку. Прости народ. Какой там народ? Кто тебя знает? Та же и здесь. Не надо. Вот опять, как вот творческая женщина тут звонила, она у покойников просит прощения. Так же и мы. Ну, что делать, что ли, совсем нечего. Как только прощения просить у того, который с ума сошел, на родную сестру буробит. Так что, вот он так считает, ну и бог с ним. У нас тоже прекрасная бабка жила, ну, в другой деревне, когда я раньше жил, вот. Аня Жукова. Ее все считали колдуней. Ну, все. А почему? Она была умнее всех. И я вообще стал с ней дружить. Молоко стал у нее брать, только у нее. Молодая. Ну, что вот это безумное бабье. Оно вот из зависти. Вот она колдует. А у нее муж такой был хороший. Потому что он мне рассказывал еще вот, уже старик такой глубокий, про Ленинский и времена и Троцкого. И даже песни пел, какие они про красных сочиняли, вот, крестьяне. Как налогом обкладывали и за рябину, и за вишню. Как вообще издевались над крестьянством, так сказать, большевики. Очень много рассказал. И вот он прям, этот дед Жуков стоит перед глазами. И вот она вас хоронила, и они вместо того, чтобы вдове как-то помочь, посочувствовать, они ее объявили там колдуньей. Их там сейчас всех уже жарят за клевету на том свете. Спасибо, Господи, большое спасибо. Да, так же спаси, Господи, вашего братка безумного. Когда один человек нападает на другого, часто бывает это оправдано. И что, что-то не попросить у нападающего прощения, что, мол, прости, что я вот тебя так ввел в состояние гнева. Ты что, Тихон Задонский? Если ты находишься в устроении Тихонова Задонского, пожалуйста. А если ты чуть поменьше Тихона Задонского... То лучше помолчи. Да. Лучше не лезть со своим калашным рылом, то есть, вернее, со свиным рылом в калашный ряд. Я от возмущения даже запутался и любимую русскую пословицу перепутал. Но у нас люди любят читать же. Надо знать свою меру. Есть такое вообще в духовной жизни, такое правило. Не думай о себе высоко. Это очень важно. Потому что если каждый человек будет подражать преподобному Серафиму, возьмёт кусок железобетонной плиты, встанет на колени в своём огороде, и будет, воздевши руки, так быть, молиться Божьей милости мне, грешному, намереваясь тысячу дней и тысячу ночей простоять. Ну, через неделю заберут его в сумасшедший дом. И правильно сделают. Меру надо свою знать во всём. И в молитве, и в чтении, и в собственной правоте. Надо знать свою меру. Ну, у многих мера – это великий грешник. Это на словах. Но на меньшие не соглашаются. Ну, там нас всех рассудят. Кто великий. Так, кто великий, кто поменьше. Есть вопросы у нас. Слушаем вас. Алло. Алло. Здравствуйте. Приветствую. Это говорит Мариса из Подмосковья. Значит, такой вопрос из Евангелия. Вот там, ну, я не помню, это неважно. Когда Иисус Христос накормил людей, значит, там пять тысяч человек в одном месте, четыре тысячи, не в этом дело. Было дело, да. И вот остатки набрали ещё очень много, там сколько-то корзин, оставшихся кусков. Это как-то подчёркивается. А я вот что-то какая-то тупая, я не пойму. А вот почему так это вот там подчёркивается? В чём дело, что это за остатки вот пищи? Пожалуйста, скажите, я, может, тупая? Ну, это не страшно. Лишь бы добрая. Если тупая и злая, это плохо. А если тупая и добрая, так это не важно. Не, не злая. Ну, вот я чувствую, что ты хорошая женщина. Так я тебе объясню. Дело в том, что было чудо. Поэтому этот хлеб чудесный. Он был необычайно вкусный. Он, понимаешь, был такой сытный. И, конечно, они не стали, знаешь, вот как у нас некоторые сумасшедшие, кулич на кладбище там сыпят птицам, говорят. Представляешь? Ну, это надо же с ума сойти, прежде чем птиц кормить сдобными с изюмом куличами. Это же еда для людей, и она специально для людей даже освещается святой водой. Та жизнь здесь. Они настолько были благодарны Богу, они сохранить хотели каждый кусочек. Они относились к этой пище, как полученной от самого Бога, как к мане небесной. Поэтому они сохранили все 12 корзин. Поняла? Я поняла. Потом как-то сразу Иисус сказал, что бойтесь там закваски фарисейских. Это тоже с этим связано, да? Нет, это уже с этим не связано. Он просто, понимаешь, вот хлеб, его делают на закваске. Ну, чтобы тесто вскисало, чтобы вот пекло. Да, да, понятно. И поэтому он это использовал для того, чтобы перейти к более важным вещам, чем хлеб. Потому что он пришел же не чтобы кормить людей. И он бы, не надо ему, так сказать, для этого на крест восходить. Он просто взял бы булочные, открыл по всему миру, и всех бы кормил, и там хлеб бы был. Но спасения не было. А вот закваска фарисейская, вот это вот лицемерие, когда человек, вместо того, чтобы просить прощения у того, кого он обидел, он просит незнамо у кого. Вот это называется лицемерие. Еще к священнику задом поворачивается. Вот это настоящая лицемерие. Он вместо лица показывает зад. Это же лицемерие? Да, лицемерие. Вот. Поэтому он сразу, Господь, перешел к закваске, чтобы вам показать, что вы о хлебе насущном не беспокойтесь. Когда вы со мной, я вас всегда накормлю. Вот. А они исполняют такого благоговения, чтобы ни крошечки не пропало. Ну вот. Это очень подчеркивается. Да, конечно. Спасибо. Ну это тупой вопрос вообще. Да не нормально. Мне очень... Звони еще, я тебе на любой тупой вопрос отвечу. Ой, я бы каждый раз звонила, но я не могу, потому что я все время занята. Ну так что, как папа? Многие звонят. Некоторые даже, знаешь, бывают редко. Но кто-то и умные звонят. Да? Да. Надо же, вот я не попала. Вот, видно, такие тупые, как я, только и дозваниваются. Ну нет, разные бывают. Да? Спасибо вам большое. Ну давай. Ну счастливой тебе. Спасибо. Передача становится веселее и интереснее, когда из простого, казалось бы, вопроса, незначительного, а человек получает такую духовную пользу. Ну вот мы перешли, видишь, она и закваской заинтересовалась. Это же это важное дело. И не даром Господь, много ли он сказал, чтобы от чего мы остерегались? А про закваску фарисийскую сказал. Это же не случайно? Очень трудно человеку удержаться от лицемерия и лукавства, потому что... Ну потому что с детства привык. Всё пронизывается, да. Нередко люди приходят с вопросом, как быть им в коллективе, в котором принято обманывать, принято недорабатывать, принято приворовывать. И вот человек, ещё не проникнутый всем этим вот правилам, испытывает очень большой дискомфорт. Ну да, а зачем? Ноги в руки и оттуда. Бегом. Вот и всё. Зачем жить с волками? Жить, поволчьи выйти. Ну зачем? Хорошо, если человеку удается найти не волчье место. Всегда можно найти работу, где можно работать по совести. Пока. Будет время, такого не найдёшь. Но пока можно. Вот надо это. А ведь всех хотят побольше, получают поменьше работы. Неправильная цель. Цель, чтобы вокруг тебя люди были хорошие. Чтобы ты на работу шёл, как вот на праздник. Как к себе домой. Как многие люди, очень ценят не собственный даже дом или квартиру, а соседей. Даже если и дом-то так себе, а соседи хорошие, человек будет держаться за место. Ну конечно, но же приятно. С нормальными людьми делаем. Есть вопрос у нас. Добрый вечер. Алло. Алло, слушаем вас. Батюшка Дмитрий, здравствуйте, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вот у меня такая проблема. У меня вот сестра и мама выпивают после смерти отца. Вроде бы сказали, как сделано на водке. И вот ничего не могу с ними сделать. Я уже ходила в церковь. И мама выпиваемая часть, или как это называется, и мы комки купила. Кодироваться они не хотят, потому что я не знаю, что делать. Но это не алкоголизм. Просто мне женщины сказала, которые веруют в это. Хорошо. А что вы хотели бы у меня спросить? Батюшка Дмитрий, чем можно помочь? Вы понимаете? Должен вас огорчить. Ничем. Сказали, что это сделано именно на похоронах на водке. Да ничего не верьте во всякую чушь. Да? Да. Человек пьет сам. Поэтому я бы вот, ну, так вот, по-дружески посоветовал бы, как вот в Писании сказано, предать сатане во изнемождение плоти. Пьет и пьет. Занимайтесь своим делом. Если у вас есть силы еще и свободное время, вы сходите в органы опеки и спросите, нет ли у вас какой-то тут многодетной семьи, которая нуждается в помощи. Ну, и ходите к ним, помогайте. Зачем, что силы тратить на людей, пьющих? Бесполезно. Лучше помогите непьющим, которые нуждаются в помощи. Скажите, вот я вам сейчас скажу, как мне вас вылечать? Меня Митька. Батюшка Митрий. Ну да, можно и так, я не обижаюсь. Вот скажите, пожалуйста, я отдаю все вещи, которые у меня остаются, всегда в органы опеки. Я сама работала в детском садике. Но все дело в том, что я вот после всего того, как вот папа наш умер, моя свекровь, я с мужем разведена, я не знаю, сказали, что сделано. Обождите, обождите секундочку. Вы мне уже третий раз, третий, за сегодня говорите, что вам сказали, что это им сделали. Я бы вам посоветовал найти этого человека, который вам сказал, и плюньте ему в бесстыжие глаза. Потому что это все аккуратная ложь. Поэтому я об этом больше даже говорить не хочу, потому что мне противно. Я вам говорю, что никто им ничего не делал. Пьют сами на свои деньги. Оставьте их в покое. Никто им ничего не делал. Никто им ничего не делал. И третий раз говорю. Никто им ничего не делал. Пьют сами. Всего вам доброго. До свидания. Спасибо большое. Да. Полтора года живу в гражданском браке с мужчиной. Любим друг друга. Отношения замечательные. Но на мое предложение пожениться отвечает отказом. Говорит, что боится потерять свободу. Сказал, вот забеременеешь – женюсь. Сейчас я на четвертом месяце беременности. Ребенок очень желанный. А о женитьбе он и слышать не хочет. Говорит, боится. Как мне быть? Как повлиять на него? Помогите. Тут ничем не повлияешь. Он никогда на вас не женится. А если женится, то при первых трудностях сбежит. Для этого мужчины, я же все-таки к мужскому полу отношусь, и устраивают гражданские браки. Чтобы пользоваться женщиной бесплатно. Потому что жену надо кормить, одевать, обувать, ей дом устраивать и так далее. А когда ты в гражданском браке, ты ее не одеваешь, не кормишь, не поешь, а только хорошее отношение. Не, ну можно и кормить, и одевать, но когда хочу. Ну, это, знаешь, это в основном для себя. Дал чуть-чуть деньжат, чтобы она тебе ужин приготовила, это бывает. Но вот ее, чтобы кормить. Ну, я не могу себе представить, что вот он гражданским браком, как она, говорит, с ней живет, и вот она заболела. Да он тут же уйдет на второй день. Ну, если болезнь, серьезно. Да на кой мне? Тут еще в очереди 40 штук стоят, и все хотят гражданским браком. Потому что за гулящую женщину надо хотя бы деньги платить. А это бесплатно. И что? Поэтому, голубка, разбирайся сама. Но жениться он на тебе не будет. Потому что мужчины, они либо женятся, либо не женятся. А все вот эти отношения, или женивись, когда будешь беременна, это все для того, чтобы продлить удовольствие. Так что готовься, скоро сбежит. И следующий такой же сбежит. Вот ты пойми, если все женщины опять, ну как в раннее время, договорились, и никаких гражданских браков, а только настоящий. То ситуация бы поменялась в течение одной недели. Каждой женщине была бы очередь из мужчин, 20 человек. Она бы уже выбирала. За это пойду, за это не пойду. А сейчас не надо. Сейчас мужчина выходит, за калитку свистнет. И тут 12 или 20 женщин готовы все ему стирать, кормить, так сказать, телевизор ремонтировать, за водкой ходить. Отношения хорошие. Так лупить не должен, конечно. Пить в меру, так сказать, сильно не ругаться. И она уже все довольна. Но это, гражданский брак, самое долгое, это 5 лет. И поэтому, пока молодая, она нужна. А так, чтобы жить с ней, чтобы с ней строить жизнь, рожать детей, да не для этого устраивать гражданский брак. Кто хочет семью, тот женится, свадьба. Если верующие в церковь идут, венчаются. Так что, дорогая моя, ну, обманули тебя, как и миллионы других. Но женщины сами виноваты. Просто в данном случае сами виноваты. Нужно одну простую заповедь номер 7. Почитайте, что она говорит, и следуйте. Тогда все будет нормально. А он и не скрывает, что он ценит свободу и терять ее не собирается. Конечно. А тут вот как на него надавить? Ну, она, он видит, что она что-то артачится и говорит, вот забеременеешь. То есть думает, у меня 9 месяцев запасе есть. А уже на примете там другая уже, которая не выставляет. Потому что, ну, как он, он пришел, хочет хоккей посмотреть, чехи с русскими. Хочет так выпить пивка, хочет полежать на кресле, ноги на стол положить. А тут она, вот женить бы вот там. Зачем головная боль? Ты накрой на стол, я поем, так сказать, выпью пивка. А ты там сини, не шуми, главное. Потом обслужи меня и по дальнейшей программе. Утром я уйду. Захочу, приду, не захочу, нет. Захочу, позвоню, не захочу, нет. Главное, свобода. А ты будь готова. Не за 100 рублей, а все мне бесплатно предоставь. А у меня будут тебе хорошие отношения. Потрясающе вообще. Да нет, а некоторые, один гражданский брак, не поняла. Второй. Я вот рассказываю, дорогие женщины, как мужчина, женщина. Как это вообще, для чего делается? Есть вопросы у нас, бачка. Алло, добрый вечер. Да. Я могу говорить, да? Да, на здоровье. Здравствуйте, батюшка Дмитрий. Здравствуйте. А вас как зовут? Меня зовут Максим. Очень приятно. Мне очень, ну, хотелось бы узнать вот следующий вопрос. Я одному знакомому в свое время одолжил деньги. Вот. И вот он как-то уже не так долгое время... А сколько, Максим? Сколько денег? Да вот 150 тысяч рублей. Да, не отдаст. Так что, если у вас нет документов, чтобы подать в суд, там, расписка с числом и подписью, тогда бесполезно. Да, забудьте. Вот, батюшка Дмитрий, ну, по-христиански-то я должен, как вот Господь в молитве, что я должен оставить долги наши, что он нам оставляет, как мы остались должником наших, вот как. Это понятно, но это сказано не о денежных долгах. Это сказано об обидах. А, вот что, да? Да, конечно. Деньги – это ерунда. Если вы решитесь забыть, то это быстро пройдет. Просто впредь, когда у вас будут просить денег, взаймы, вы давайте столько, сколько вам не жалко простить. Зависит от вашего дохода, зависит от ваших отношений. Потому что, ну, первому встречному в метро не дадите же 150 тысяч. Тут должны быть какие-то отношения. И вот давайте столько, сколько не жалко. Тогда будьте спокойны. Дал и забыл. Но помните, что сейчас, вот в наше время, в котором мы живем, долги никто никогда не отдает. Не затем берут. Да, не затем берут. Это, так сказать, даже, ну, вот сколько в банках кредитов, так сказать, у всех проблемы. Так что, я вам советую не нервничать, забыть, а впредь, вот, к такому правилу. Прибегайте, вот, смотрите на человека, ну, не жалко вам. Вот столько и дайте. И тут же, тут же забыть. Спасибо большое. Пожалуйста, на здоровье, звоните еще. Да и Бог здоровья вам. И вам взаимно. Батюшка, все-таки есть у людей совесть, возвращают. А, ну, конечно. Есть даже люди, которые честно работают. Вот есть такие. Я даже знаю. А есть люди, которые и в церковь устраиваются, и все равно начинают... И в церкви воруют. Ну, как и на обычной работе. Так, по мелочи, но... Даже абсурд. Я помню, у нас мы выгнали одного сторожа, который воровал из церковной кружки. Ну, представляешь, сторож. Который, что кружку должен охранять. Ну, да. Но это все равно, что вот, ну, там, милиционер, который торгует наркотиками. Его задача ловить торговцев, а он торгует. То есть, наоборот. Торож, что он должен сторожить церковное имущество, а он такое приспособление сделал, что из кружки вынимал. Так что абсурд. Так что очень часто человек, он как бы не понимает, что... что можно, что нельзя. Есть вопрос у нас. Добрый вечер. У меня вопрос такой. Какой? Вот, вы говорите, что там не просить прощения. Обожди. Что я говорю, я помню. Вы спросите, что вы хотите мне узнать. И второе. Вот, когда за кадилом кадят, то к алтарю, что их задан, и священник, которые пересудили, никто не объясняет, что нельзя к алтарю задавать на богослужениях. Когда кадят. Люди на 108 градусов поворачиваются. Да это... Это мелочь. У нас в храме иконы по кругу. И священник, допустим, выходит из алтаря на амвон. Он же спиной стоит к престолу. Это все фарисейское лицемерие. Ну, или комар, которого пытаются отсидеть. Да это вообще не комар. Это вообще ни к чему не относится. Сверхкровь – свидетель Иеговы. Может ли она оказать на нашу семью дурное влияние, пребывая в этой секте? Конечно. От нее надо особенно детей хранить. Так вот именно к детям она и проявляет наибольший интерес. Ну, надо всячески это оградить или разъехаться с ней. Ну, тут не сказано про отношение мужа к этой ситуации. Но похоже, что он как-то ее под свою защиту взял. Взял под защиту, если кто-то обижает. А обижать-то не надо. Но дети-то важнее, чем свекровь. Как мужу это объяснить? Что его мама, она… Никак. Вредит семье. Есть такие вещи, которые… Ситуации, из которых выхода нет. Эти вопросы нужно было решать раньше. Это безвыходная ситуация. Когда у человека гангрена. А вы знаете, я не хочу делать операцию. Это невозможно. Выхода нет. Только один способ. Ногу отрезать выше колена. Другого нет способа борьбы с гангреной. Все. Та же и здесь. Общение детей со свидетелем Иеговы, ну, это очень опасно. Но если такая ситуация возникла, то и будет… Нужно ее разрешать. Всеми законными способами. Без скандалов, драк. Ну, очень спокойно и твердо. Такой короткий вопрос, Батюш. Какой должна быть жена? Вот, наверное, ну, самое ее главное качество, на ваш взгляд. Лучше об этом, чем сказал там апостол Петр, мы и не скажем. Прочитать надо священописать. Потому что часто люди задают вопрос, ну, вот вроде бы хорошая девушка, вроде бы вот и нравится мне симпатия, и я ей нравлюсь. Но вот как мне определить, какой она будет женой? Вообще и на маму посмотреть. Ну, мама – это, конечно, веский такой аргумент. Ну, конечно. Но не часто, не всегда дочка копирует маму. Ну, конечно, не всегда. Но все равно она в конечном итоге превратится в что-то похожее. Очень многое возьмет от нее. Некоторые, наоборот, как-то говорят, не хочу быть на маму похожей. В виде, как мама живет. Нет, хочу, не хочу, никто не спрашивает. Во-первых, гена, во-вторых, воспитание. Во-третьих, образ. То есть человек привык к чему-то. Ну, как к некому такому поединению. Ну, да, это по неволе. Ведь дети обучаются через подражание. Что они видят во взрослых, то они транслируют и в свою жизнь. Самый яркий пример – вот дети, которых бросают родители, потом очень часто сами бросают своих детей. Не всегда. Да, конечно, не всегда. Слава Богу, но... Я часто разговариваю сам с собой. Ой, что, это тоже одна из форм беснования? И как мне с этим справиться? Не знаю. Это уж к психотерапевту надо, а не ко мне. Ну, видите, человек волнует такое вот... Волнует, ну, если у человека болит зуб, он идёт к стоматологу. А если человек разговаривает сам с собой, он идёт к психотерапевту. И он ему говорит, выслушивает его, выясняет причины, почему это, и даёт рекомендации. Дорого, но эффективно. Психотерапевты дорого берут. Но не всегда эффективно. Ну, этот случай простой. Я думаю, за это даже дорого не возьмёт. Спасибо, батюшка, за ответы. Пора нам прощаться. Всего вам доброго. До свидания. До следующих встреч. Спасибо вам. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»